Здарова народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлайз и со всеми пандемийными делами, запретом выезда за границу в нашей стране особенной популярностью стали пользоваться автодома собственно сегодня рассмотрим вот такой вот экземпляр и все о нем узнаем, погнали! Обычный Fiat, обычная машина в плане эксплуатации, когда на нем едешь надо не забывать о том, что он высокий больше 3 метров, примерно высота конкретно моего дома и про это не надо забывать едет она может и 140, кто-то ее разгоняет но комфортный крейсер со скоростью, на нем 110 км едешь и расход не такой большой, там в районе 12,5 лет 12,5 лет, начинаешь ехать быстрее там расход кратно увеличивается расход может быть 140, 130 будет, расход 16 литров но нет смысла так знать и опять же, такая техника что не надо на ней с такой скоростью ездить во-первых, это небезопасно, это запрещено во-вторых, она просто банально развалится а так вот будет обычный центральный замок, который открывает дверь водительский, здесь все закрывает резина, на нем 16 стоит цешка кстати, резина всегда на этой технике держать лучше свежую, дорогую и хорошую потому что, не дай бог, с колесом что-то случится он весь, очень много, много что может произойти и будет беда, поэтому здесь стоит новый Мишлен цешка, как положено, 16 радиуса маркиза продавать их могут, если новые кто-то покупает могут без этих вещей, стоит она тоже не дешево мы ездим, отдыхаем, вот здесь по области на Кудыкино город, на любви ездить отдыхать, там недалеко ехать, там примерно 80 километров 4 велосипеда сюда я креплю и один у меня получается помещается в гаражный багажник достаточно просторный а вот, ну, в общем-то, это и кровать и что она делает, если тебе нужно что-то по объемнее положить она поднимается, фиксируется мотор, лодку кто-то умудряется мопедство закатить комплектация такая, что дверь с одной стороны есть гаражи вообще огромные эти ну, другое расположение то есть, кровать не две одна над другой, а одна большая кровать и один огромный гараж они чуть подлиннее обычно бывают, и огромный гараж и получается тогда дверь с двух сторон здесь еще бывает дверь это для горловины залива воды вода сюда заливается здесь туалет кассетный здесь кассетный туалет и здесь у меня два баллона газовых заправил эти баллоны я весной они по 27 литров один из расходов один еще половина точно осталось в плане проходимости интересовался проходимость никакой в плане клиренса он достаточно высокий то есть, с весом у него, посмотри какие и плюс еще на пневме он поднимается еще повыше становится ну, пневмы для того, чтобы комфортнее и помягче было уехать для того, чтобы повыше было автодом Carado A361 он 2017 года выпуска собран, построен, сделан как правильно назвать он на базе Fiat Ducat обычного Carado это завод, дочернее предприятие Hymer Group это премьерные дома, они подороже этот автодом позиционируется вроде как по бюджетнее эконом-класса но при всем при этом он обладает достаточно приличным комфортом ну, по крайней мере, я вот сочувствую здесь очень хорошо что касается размещения вот как раз у тебя над головой это большая кровать кровать? да это автодом альковного типа это где кровать над водителем здесь вот такое есть большое спальное место оно как бы изначально позиционируется как для двоих но дети у меня втроем спят вполне комфортно можно даже чуть ровно и будет причем комфортно если нет необходимости меня поднял убрал здесь газоамортизаторы которые держат всю эту кровать можно пристегнуть если в дороге он будет там прыгать но у меня пока в порядке эти амортизаторы они вполне прилично держат ничего не стучит не гремит на ходу здесь можно закрыться если там кто-то спит шторочка закрыл там темно здесь есть люк сверху один в альковнике с москитной сеткой на всех кстати окнах на всех люках на всех окнах есть шторки затемняющие и есть москитные стетки причем шторки настолько хорошо работают днем будет абсолютно темно здесь посади тебя или кого-нибудь за его рабочее водительское место никакой разницы абсолютно что это не видит абсолютно обычный Fiat Ducato ну сюда Fiat Citroen и Peugeot то же самое одна база только по моторам они различаются но здесь что хорошо Fiat чем хорошим мотор и можно еще обратить внимание там видно не видно идет управление пневмобаллоны да то есть отсюда с водительского места подкачивается зад когда его грузишь побольше вообще у него грузоподъемность 3,5 тонн ну если зад нагружаешь хотя это не рекомендую сделать такого недорогого плана автодом если новую покупать вот это на данный момент стоит в районе 60 тысяч евро в рублях этот стоит вот в этом состоянии он стоит сейчас среднего цена в районе 4,5 миллионов он с 17 года пробег на нем я проверял по сервису около 45 тысяч километров 43 по-моему я его покупал я его покупал пробег был тысяч там около 40 я уже не помню не так много на нем проехал ну то есть это вот 4,5 миллиона считается недорогой а от чего начинается сколько купить человек у каждого у каждого свои рамки приличия можно так назвать его можно купить и за полтора миллиона но будет такая штука что метр едешь два везешь у меня например руки не заточены под все эти ремонты и все прочее я не люблю ремонтировать я люблю свежую технику пусть она будет не такая дорогая не такая премиальная но пусть она будет свежая вот этот автодом он мне как бы хлопот не доставляет здесь ничего абсолютно не надо ремонтировать у меня это вполне устраивает цена этого я уже говорю около 4,5 миллионов купить его там можно и за миллион рублей но это будет какой-нибудь хлам проще ну по порядку значит управление у тебя над головой здесь можно посмотреть заряд питание здесь стоят у меня тоже дополнительно делается не завода идет дополнительно стоит солнечная панель можно проверить насколько аккумулятор заряженный стоит инвертор на 2000 ватт два аккумулятора специальных и контроллер на всю эту систему который завязывает вот он постоянно автономный можно вполне жить без всяких электричества и прочего по порядку дальше здесь показывает заряд здесь показывает воду сколько осталось воды запас воды и здесь показывает наполняемость бака для серой воды серая вода она обычно с крана с душа чтобы не сливался сразу на землю сливается специальный бак а потом уже там положено вместе все утилизируешь бак находится для воды здесь под этим сиденьем он в районе 100 литров объемом бак для серой воды примерно такой же здесь под этим сиденьем тоже есть ниши в которую можно что-то положить ну и вообще здесь вот везде вполне комфортные такие у меня даже не заполнены хотя у меня семья пять человек здесь они половина пустые шкафчик очень много чем кстати отличается от времена премиальные от таких бюджетных здесь нет амортизаторов если хлопнуть они будут хлопать при их они комфортно закрываются то же самое во входной группе здесь без доводчиков простая но меня это не напрягает здесь обычная фурнитура в дороге кнопочку нажал кухню блок донфорда оборудование обычного плита на при комфорте по холодильнику кстати он работает от газа здесь морозильная камера большая достаточно приличный ну и в общем сам холодильник он тоже полно приличный что туда вот положить загрузить я даже не могу представить как дома заготовки сделать пельмени наложить сало компот в общем загружать у меня не могу сказать что там кто далеко ездил разное получилось здесь то же самое все ящики ящики вне прямой росте метр семьдесят два и здесь 73 килограмм вполне комфортно душ горячая вода здесь теплая комната объем маленький здесь да здесь получается два спальных места но дети вполне комфортно и по два человека тут спать причем чувствуется достаточно размещение одна кровать верхняя она стационарная она не складывается не убирается кровать поднимается и гараж гараж багажник огромный можно сделать вообще на самом деле крутая тема друзья стоит автодом прям на берегу реки приехал вечерком порыбачил не знаю с утра сел и поехал на работу мне кажется интересное дело в общем пишите в комментариях что вы об этом думаете это был Миклуха Макфлай пока-пока это в общем я в общем я не знаю не знаю но это есть вот это